В городе состоялся первый региональный интерактивный ученический форум «Человек и животные». В течение месяца школьники со всей области подготавливали научные и творческие работы на тему защиты животных, проживающих в городах. Это как дети и животные, так и домашние животные, так и животные, оказавшиеся бездомными. Еще одна из целей форума – это пропаганда гуманного отношения к животным, знакомства жителей города с приютом ЗОО-37, приют на бездомных животных, с возможным потом сотрудничеством с ним. Антонина Васильева – владелец приюта ЗОО-37. Здесь в качестве члена жюри конкурсных работ. Теоретические и практические исследования, рассказывает она, помогут школьникам составить правильное представление о ситуации в городе, понять, как нужна помощь четвероногим. В волонтерах, рассказывает Антонина Александровна, из участников форума останутся единицы. Зато остальные поймут главное. Они приедут в приют, увидят этих животных бедных и, как говорится, больше не сделают, как взрослые делают, не выкинут. Они уже не выкинут. На четырех секциях учащихся школ всех муниципалитетов представили доклады и презентации, касающиеся проблемных точек содержания ухода за животными. Юные теоретики разработали идеальную схему работы приюта для хвостатых. Воспитанники 36-й гимназии уже неоднократно на уроках доброты приют посещали и свои сообщения строили на практических знаниях. Мы хотели привлечь внимание общественности к данной проблеме, которая уже назрела. То есть нет даже закона проекта по данному вопросу, поэтому очень серьезную проблему мы сегодня поднимаем на нашем форуме. Рома – самый маленький участник форума, ему всего 7 лет. Доклад о пэт-терапии, методе лечения человека с животными помогал описать мама. Рома пока терминов не знает, но понимает. От четвероногих много пользы. У мальчика дома два кота. Я их глазу, кормлю там, хорошо отношусь, не бью. А они в ответ? Они постоянно приходят и мужикуют. Вдохновившись общей атмосферой любви к четвероногим, школьные педагоги приняли решение организовать выездные экскурсии ребят в приют ЗОО-37. Возможно, несколько собак и кошек после этой поездки обретут новый дом. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова